ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Во время войны семья Сафроновых жила в Горьком. Родители работали на оборонном заводе, а дети ждали их дома. Причем во многих семьях было не по одному рту. Жили в проголоде. Я вот был под войной, почему меня война, так сказать, покоробила сильно. Во-первых, что, когда война началась, мне было 9 лет, и я еще плохо соображал, я вообще не понимал, что такое война. Я спрашиваю маму, мать, я говорю, мама, а чего это такое? Ну вот война эта, мы же вчера в Чапаево играли, в белых, там у двора палками сражались. Ой, кажется, лучше молчать, страшное дело. Это убийство по существу. Чтобы не допустить повторения тех страшных дней, на протяжении всего своего творческого пути, художник рассказывает современникам о тех испытаниях, которые пережили простые советские люди. О неимоверно трудной победе в Великой Отечественной войне, о жизни в военном тылу. Он единственный художник в Ульяновске, который обращается к этой тематике. Это все было очень тяжело, и победа, оставленная вот сегодняшнему поколению, будущему поколению, она ведь дорого стоила. И порезавать ее забвению, это не очень этично, прямо скажем. Как и положено юбиляру, Виктор Алексеевич во время открытия выставки принимал многочисленные поздравления и подарки. Огромный перечень заслуженных званий и наград Виктора Сафронова вновь пополнился. Во время мероприятия губернатор вручил ему знак отличия за заслуги перед Ульяновской областью. А председатель регионального отделения Союза художников Николай Викторович Чернов преподнес юбиляру золотую медаль имени Сурикова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.